Каждое из 1200 деревьев нужно тщательно осмотреть, оценить его состояние и затем, если нужно, опилить и обрезать. Удаляют ветви, которые вырастают выше привоя, больные и поврежденные вот таким приспособлением – мини-электропилой. С ее помощью можно легко добраться до трудонаступных мест дерева. Кроме того, ученые ведут и научные исследования, изучают, как растут прививки. Мы знаем, как растут естественный лес. Есть таблица хода. А как прививки, мы не знаем, как они себя чувствуют. Вот мы сейчас изучаем, как растут прививки. После прививки один год, второй, третий. Ну, по предыдущим годам можно сказать, что прививки в первые годы растут медленнее, чем в естественном лесу. А со временем они в течение 4-5 лет наверстывают отоплощение. Маршанский лесхоз едва ли не единственный в Центральной России, где проводят такие исследования клонированной сосны. Прививают до сих пор. Для этого воронежские ученые обучили 12 сотрудников предприятия. Лучше всего получается у троих из них, в том числе у Дмитрия Котельникова. Прививки в первую очередь зависят от погодных условий. То есть, если мы с вами привили и в дальнейшем идет период дождей, не наблюдает сильных засух, то мы можем надеяться, если хорошо все качественно сделали, что наши прививки дадут хороший результат. А вот в засуху приживаемость отростков плюсовых сосен хуже. В среднем половина подвоев через несколько месяцев полностью прирастает к деревьям. И дальше растение начинает себя осознавать уже взрослым, 120-летним деревом-великаном. Ведь отростки берут именно от таких. После сращивания у маленьких сосенок меняется даже размер хвои. Единственная проблема плантации архива клонов – это лоси. Дело в том, что очень любят обгладывать кору молодых сосен. И порой делают это настолько сильно, что дерево гибнет. Вот это и произошло с молодой сосной за моей спиной. Бороться с лесными великанами будут, но мирным способом. Хотят установить ограждение из проволоки под напряжением. Такое препятствие обычно останавливает домашних коров, возможно, отпугнет и лосей. В противном случае два взрослых самца за несколько месяцев могут легко уничтожить эту плантацию, которую с такой заботой и любовью лесоводы растили почти десятилетия, собирая без преувеличения золотой фонд сосновых деревьев в северной части нашей области. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.